Добрый день, это канал D&H и сегодня я хотел бы продолжить обзор касательно приложения MC Money. Напомню, разработчики заявляют, что они платят за тестовые смс. Заходим в раздел Earnings. В прошлый раз мы накопили 5 долларов 5 центов и отправили запрос на выплату через Paypal. Статус запроса изменился на Pay via Paypal. Это значит оплачено через Paypal. Для того, чтобы проверить, надо зайти в аккаунт Paypal. Вот зашли в аккаунт Paypal, раздел Activity и видим, что на счет были зачислены 5 долларов 5 центов 4 августа 2017. Связавшись с разработчиками через Facebook, я получил информацию от них, что они выплачивают только по пятницам. И это действительно оказалось так. Вот 4 августа 2017, это было пятница. Кроме этого, у нас появилась дополнительная информация. Вот сайт разработчика textercommunity.com. Заходим на сайт разработчика. Для того, чтобы понять, откуда у разработчиков есть деньги на выплаты, мы заходим и смотрим, чем они занимаются. Вот в раздел Products. Ну, как бы тут кому будет интересно, может почитать более детально. Я лишь хочу указать на то, что они продают услугу в несколько видов пакетов. Сильвер, голд и платином. Каждый пакет подразумевает, что мы заказываем у них, вернее не мы, а провайдер заказывает у них 5000, 10000 или больше 10000 запросов через SMS. Эти запросы используются для теста связи с клиентом, с абонентом. И это, скорее всего, выгодно для провайдеров. То есть, такой вид услуг интересен провайдерам. Мы же, как клиенты, просто устанавливаем приложение Амсимани и получаем тестовые SMS. Из этих цен мы можем понять, что, например, пакет Сильвер 20 евроцентов за один запрос. Пакет Голд 15 центов за один запрос. И пакет Платином 10 центов за один запрос. Отсюда вывод какой, что провайдер, который хочет протестить связь с абонентом, он заказывает пакет Платином, например. Тут минимум входит в пакет 10000 и один запрос или более. За каждый запрос он обязан заплатить по 10 евроцентов. Из этих 10 евроцентов мы получаем, например, 4,9, как в моем случае. И остальную разницу забирает себе разработчик приложения, то есть Текстер Комьюнити. Довольно интересная идея. И сейчас мы видим все прозрачно, откуда они берут прибыль. И откуда у них есть возможность платить нам, клиентам или ребятам, которые установили приложение Амси Мани. В общем, как вывод, я могу рекомендовать это приложение. Оно проверено и разработчики действительно оплачивают. Плюс мы ничего не теряем, а лишь выигрываем какую-то прибыль. Спасибо за внимание. Это был канал Ди и Нейча. И до встречи.